14 единиц техники и оборудования более чем на 35 миллионов рублей приобретут в этом году для лесных пожарных Югры. В минувшем году за счет федеральных средств для авиалесоохраны округа закупили 8 единиц техники. Так, в помощь Радужнинскому филиалу поступили автомобиль УАЗ-Профи и плавающий вездеход. В Ханты-Мансийское отделение два квадроцикла и два прицепа для их транспортировки. Березовский и Хандинский филиалы по одному квадроциклу и прицепу. Их будут применять при подготовке к предстоящему сезону лесных пожаров. Технопарк базы авиационной и наземной охраны лесов Югры обновляется регулярно. За пять лет его пополнили 584 единицы пожарной техники общей стоимостью 243 миллиона рублей. История 48-й пожарной части берет свое начало в непростые для всей страны 90-е годы. Тогда она располагалась в здании на улице Ленина в Советском. Личный состав подобрался молодой, дружный, инициативный. Своими силами ребята дооборудовали служебные и бытовые помещения, получили необходимое оборудование и спецтехнику и с энтузиазмом взялись за обеспечение пожарной безопасности в районном центре. Александр Калашников, работавший в те годы водителем в ПЧ-48, навсегда запомнил свой первый экстренный выезд. Ехал на первый пожар, верите, у меня вот так отряслась. У меня сопровождала, была инструктор Неверова такая, Антонина Алексеевна. Она меня сопровождала, потому что я город еще не знал. Вот приехал, ну ничего так, справился с первым пожаром. Но потом уже все проще пошло. Я вам не скажу, коллектив у нас был отличный, сплоченный. Там ребята были огонь. Со дня образования работает в ПЧ-48 Сергей Дубовов. Время было тяжелое, вспоминает спасатель. Переходный период со всей вытекающей неразберихой и бардаком. А в пожарном подразделении царил порядок и дисциплина. По-другому и быть не могло, признаются ветераны, ведь служба невероятно ответственная, да и работы в то время хватало с лихвой. С 94-го года все леспромхозы горели. Нет ни одного леспромхоза, который не горел. Пожаров было много, ветхого жилья было много. Сейчас ситуация другая. Тогда было сложнее и зимой, и летом горело все. Сейчас профилактика может быть, люди ответственные. Сейчас насчет этого лучше стала обстановка. За 30 лет действительно изменилось очень многое. 48-я пожарно-спасательная часть теперь базируется в шикарном современном здании, оборудованном всем необходимым, с тренировочным полигоном и просторным гаражом, в котором постоянно обновляется автопарк спецтранспорта. Конечно, за 30 лет материально-техническая база 48-й пожарной части изменилась кардинально. Но есть еще в гараже раритеты. Вот это, например, боевые лошадки, практически столько же лет, сколько и самой части. Она 97-го года выпуска. Правда, сегодня все чаще стоит в резерве. 48-я часть, даже первое, что пришло, это лучшее подразделение Югры. Мы неоднократно занимали призовые места в Югре в различных смотрах-конкурсах. И на смотрах-конкурс лучшее охрана труда в подразделениях организованных. Значит, лучшее подразделение Югры. И на самом деле сегодня это достаточно новое подразделение в Югре. Сегодня хорошо оснащенное как квалифицированными кадрами, так и пожароспасательной техникой, необходимым оборудованием для выполнения задач. Сегодня в 30-летний юбилей особые слова благодарности, конечно же, ветеранам, кто начинал, кто стоял у истоков. 30 лет сотрудники пожарно-спасательной части номер 48 несут свою нелегкую службу, оберегая покой и мирный солнцевичам. Хочется сказать им спасибо и пожелать спокойных дежурств, сухих рукавов и большого личного счастья. Максим Красный, Дмитрий Киселёв, Телеканал Первый Советский. В Сургуте продолжается застройка медицинского квартала. К концу года в микрорайоне 31А неподалёку от перинатального центра появятся два новых медучреждения. По индивидуальному проекту уже возводится здание станции скорой помощи. Там разместятся кабинеты врачей и фельдшеров, диспетчерская, комнаты психологической разгрузки и отдыха для персонала. Станция рассчитана на 20 бригад медиков. В год они смогут совершать до 60 тысяч выездов. На прилегающей территории оборудуют открытую автостоянку и зону отдыха. Вторым обновлением сургутского медгородка станет станция переливания крови. По плану организаторов это будет самый крупный банк крови в нашем регионе. Ежедневно специалисты центра смогут принимать до 120 доноров. Благодаря усилению городского медицинского кластера значительно снизится нагрузка на уже работающие городские медорганизации. Комплекс профилактических мероприятий или диспансеризация это и плановый медицинский осмотр и ряд дополнительных методов обследования. Цель мероприятий – оценка состояния здоровья человека, возможность выявить заболевание на ранней стадии, предотвратить осложнение. Сейчас первый тест. Набираете как можно больше воздуха, плотно обхватываете губами трубку и весь воздух медленно продолжительно выдыхаете в трубку. Ежегодно в Пытьяхе диспансеризацию проходит больше десятка тысяч человек. В 2023-м 12 тысяч. В основном это население трудоспособного возраста – от 18 до 64 лет. Традиционно больше женщин, чем мужчин. В цифрах это примерно 8 тысяч против 6 тысяч. Но ситуация меняется. В прошлом году прошедших профосмотры представителей сильного пола увеличилось на 2%. Всего выявлено почти 2000 заболеваний. На первом месте у нас болезни эндокринной системы – 828 случаев. Из них сахарный диабет выявлено у 120 человек. На втором месте – это болезни системы кровообращения – 390 случаев. Из них гипертонической болезни выявлено – 250 случаев. Ишемическая болезнь сердца – 70 случаев. Третье место у нас заняли болезни мочеполовой системы – это 389 случаев. Из них фиброзно-кистозных мастопатий – 120 случаев. Болезни пристательной железы – 43 случая. На четвертом месте – это болезни пищеварительной системы – 184 случая. Гастритов выявлено – 65. Болезни кишечника – 75 случаев. Лечение назначено для 1600 пациентов. На дополнительное обследование, не входящее в объемы диспансеризации, направлено 155. В онкоскрининге выявили 38 случаев злокачественных образований. 87% на ранней стадии и 5% на уже достаточно серьезной. По локализации молочная железа – 7 случаев, шейка матки – 1, тело матки – 4 случая, предстательная железа – 6, толстая кишечника и прямая кишка – 8. В визуальной локализации – 3 случая, легкие – 5 случаев, щитовидная железа – 2 случая, почки – 2 случая. И 9 случаев выявленных образований на нулевой стадии, на стадии инситум. 9 случаев выявленных новообразований на стадии инситум или нулевой, когда заболевание еще не запущено, означает высокие шансы на успешное полное излечение. Так что пренебрегать диспансеризацией и профилактическими осмотрами точно не стоит. К тому же факторы риска остаются прежними из года в год. Это лишний вес или ожирение, нерациональное питание и низкая физическая активность. Врачи Нягонской окружной больницы спасли пациента с критическим поражением головного мозга. 65-летний мужчина поступил в больницу через 30 минут после первых признаков заболевания. Экстренно выполненная диагностика подтвердила тромбоз внутренней сонной, передней и средней мозговых артерий. Без хирургического вмешательства пациента ждал полушарный инсульт, который мог привести к смерти. Уже на операционном столе стали видны первые положительные изменения. Появилось сознание, движение в конечностях. Через сутки эффект стал заметнее. Сегодня прогноз для пациента благоприятный. Отмечу, что за прошлый год в Нягонскую окружную больницу поступило 243 пациента с инсультом. За январь текущего года уже 22. Проведена тромбоэлитическая терапия и тромбоэкстракция. То есть у него был верифицирован тромбоз во внутренней сонной артерии, средней мозговой артерии, передней мозговой артерии. Он у нас переводится на второй этап реабилитации после перенесенного инсульта. Это Уральская окружная больница медицинской реабилитации. Ваш номер сотового телефона устарел. Чтобы продлить его срок действия, необходимо прислать код из СМС. Вот такие сообщения очень часто получают жители нашего региона. Это 100% мошенники. Я предпочитаю на такие сообщения просто не реагировать. Как только вы пройдете по ссылке или отправите код из СМС, мошенники тут же завладеют вашими личными данными, как это произошло с жителем Салыма. Мужчина лишился почти 8 миллионов рублей. Это беспрецедентный случай за всю историю. Злоумышленники взломали портал госуслуг. Потерпевший утратил возможность войти в данный портал. Также злоумышленники прямо ему перезвонили же и сообщили о том, что данный портал госуслуг у него взломан, что на него будут оформлены кредиты. Прислали фотографии с договорами о якобы оформленных на данного гражданина кредитов. Также в сообщении показали ему служебное удостоверение государственного служащего. А дальше мошенники вошли в доверие и убедили получить на те же суммы кредиты и перевести их на безопасный счет. На протяжении 10 дней Салымчанин приезжал в Нефтьюганск, чтобы в банки получить кредиты и отправлял деньги злоумышленникам. Странно, что за это время никто ничего не заподозрил из близких и коллег, не остановил мужчину. В отношении данного преступления нужно напомнить, что операторы сотовой связи никогда не будут оповещать об истекшем сроке действия абонентского номера. Тем более, если человек им пользуется непрерывно. Оно автоматически прекращает свое действие, блокируется сим-карта по истечению, насколько мне известно, трех месяцев более. И в дальнейшем уже абонентский номер уже будет использоваться в продаже уже другому лицу. И злоумышленники также знают об этом. Поэтому, если сим-карта неактивна, необходимо открепить от нее все личные данные и приложения, чтобы не стать новой наживкой для мошенников. В Сосновке планируют создать семейный уголок. В поселке Белоярского района продолжают благоустраивать этнокультурный парк «Айкурт». Его открыли в октябре прошлого года благодаря окружной поддержке и победе в конкурсе инициативных проектов. Стоимость работ составила 12,5 миллионов рублей, из которых 455 тысяч собрали сосновчане. Территорию оформили в традиционном стиле коренных малочисленных народов Севера. Установили качели, лавочки и навесы для отдыха. Для комфортных прогулок уложили современную плитку и смонтировали освещение. На этом останавливаться не планируют. Поэтому разработали еще один проект и вновь рассчитывают на победу в конкурсе инициативного бюджетирования. На месте пустыря может появиться семейный уголок. Здесь планируют установить арт-объекты, уличную мебель, освещение, а также озеленить территорию и впоследствии смонтировать сцену. В 2024 году мы планируем обустроить семейный уголок, что будет особенно актуально в рамках года семьи, ход сумье. Здесь мы дальше будем укладывать плитку, делать дорожки, поставим скульптуры рот. Это в виде ворона, чум, как олицетворение дома, тепла домашнего очага и беседку, где будем проводить мастер-классы, а во время проведения массовых мероприятий организовать зону ритейла с чаем, кофе, выпечкой. Этот конкурс давняя история. Его с 2011 года проводит Окружной департамент культуры совместно с Музеем геологии, нефти и газа. Цель данного мероприятия простая и доступная. Развитие музейного дела, признание достижений музеев, совершенствование деятельности учреждений культуры. Из всех мероприятий, которые в округе проводятся в рамках культуры, то это единственный конкурс для музеев. Если, допустим, для хореографов огромное количество конкурсов, для работников, клубных работников, библиотечных, то для музеев это единственный окружной конкурс, где мы можем действительно показать себя, показать свою работу, показать интересные проекты. Число участников этого конкурса год от года растет. В нынешнем году в творческом состязании было представлено порядка 70 проектов, в том числе в номинации «Музейная программа для детей» из Лангипаса «Заваленка». Автор Марина Вузикова. Марина Николаевна будет знакомить посетителей музея со старинными пословицами и поговорками, рассказывать о тех предметах, которые использовали хозяйки в русской избе, о том, как готовили еду. Наша программа «Заваленка» охватывает все возрастные категории. Это и дети, и молодежь, и взрослые. Как шили одежду в те старые времена, как они назывались. У нас в музейно-выставочном центре есть такой экспонат, как станок. Дети с огромным удовольствием смотрят, как вышивали пояски. Проект «Заваленка» стал победителем окружного конкурса «Музейный Олимп Югры». А Елена Ермоленко, автор экскурсионной экспедиции по улице памяти, получила диплом лауреата второй степени. По словам Елены Александровны, слово «экспедиция» говорит само за себя. Это поиск чего-то утраченного, интересного. Благодаря этой программе «Почему экспедиция?» Мы именно говорим о героях тех, чьи подвиги нам неизвестны. О тех подвигах, которые ни в книгах не прописаны, ни в учебниках. Да, о них практически нет информации. Это те подвиги, о которых мы уже узнали спустя много лет. Благодаря инициативе и местных краеведов, и местных жителей. И поэтому вот даже в моей истории есть такие подвиги, о которых мне рассказывала моя бабушка, которая была очевидцем. Проходя по улице памяти, посетители музея видят черно-белые фотографии, запечатлевшие разные эпизоды Великой Отечественной войны. Предметы солдатской утвари, плакаты времен далеких сороковых, копию победного знамени, наспех сколоченный стол. Все это не может не вызывать интерес к экспозиции. Да и рассказ самого экскурсовода захватывает любопытными фактами и историями. Лангипасский музейно-выставочный центр входит в топ-лучший в Ханты-Мансийском округе. Это отмечала и губернатор Югры Наталья Комарова. Новые победы лишь подтверждают это. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров, телекомпания «Лангипасс». Специально для телеканала «Югра». Такого аншлага не ожидал никто. На льду собрались любители всех зимних забав. Тут тебе и фигурное катание, и полет шайбы, и между делом гонки на тюбах. На коньки встали все, включая руководство центра и методических работников. И, конечно, родители тех детей, которые занимаются в секциях Центра спортивной подготовки. У нас сын занимается хоккеем, и мы не могли провести такой день дома, и не смогли пропустить такое мероприятие. А активный образ жизни – это всегда весело и объединяет семью. Хоккей сплотил и семью Кондратенко. Супруги вот уже два года, как сопровождают сына на занятиях. Узнав о необычном мероприятии, сразу решили присоединиться. Регулярно на коньки встаем. У меня сегодня тренировка. И после тренировки мы остались на мероприятии. Очень здорово, что у нас ЦСП организовывает такое мероприятие для детей, для родителей. Бесплатный чай. Руководство Центра спортивной подготовки и ранее стремилось популяризировать семейные направления досуга. А также было принято решение сделать доступным посещение катка для детей с родителями. Так была отменена плата за вход для сопровождающих. Наши учреждения открыты для всех. И мы, конечно, направлены на то, нацелены на то, чтобы как можно больше людей занималось спортом. Потому что здоровый образ жизни – это то, чего не хватает нам всегда. И всем как будто бы всегда нет времени. Мы очень рады. Обычно в пятницу никуда никогда не соглашаются никуда идти. Мы очень рады, что такое большое количество людей смогло прийти и захотело прийти. И мы надеемся, что попробовав здесь свои силы на льду, они будут проводить таким образом досуг. Семейные покатушки удались на славу. Главное, что идея подана и дорожка проторена. И теперь говорить, что в Нягоне некуда сходить в пятницу вечером всей семьёй не получится. А новые объединяющие традиции вырабатывать всегда, пожалуйста, год в помощь. Елена Гаврилова, Евгений Несмеянов, Нягонский телеканал, специально для телеканала «Югра». Когда я её получила, у меня жутко тряслись руки, потому что волнение было огромное. И самое приятное – то, как это происходило. То есть это была уютная атмосфера и человеческое отношение. Как губернатор отнеслась, я её знаю не первый раз, встречаюсь с ней, знаю уже, но каждый раз удивляет человечность. И вот она меня похвалила несколько раз за прическу, за наряд, то есть по-человечески, по-женски. И пожала руку и приобняла. Очень было приятно. Всегда ухоженная, с прической и макияжем. В постоянном развитии. Увлекающаяся. Творческая, социально активная. Светлана Веделева – та самая многодетная мама, глядя на которую задаёшься вопросом, откуда у неё столько внутреннего ресурса. Параллельно с ведением домашнего быта заниматься танцами, поддерживать многочисленные увлечения детей и проекты супруга, участвовать во множестве городских мероприятий, играть в семейном театре, изучать нейрографику и давать мастер-классы, проходить различные обучающие курсы и вести косметологический бизнес. Это началось у меня в детстве. Мне всегда хотелось. Ну, я овен, да. Мне нравится быть первой и в центре. Всегда люди вокруг и как-то себя проявить. Всегда так было и так есть, потому что по-другому мы не умеем. Если, я говорю, я устала, всё, я больше нигде не участвую, ничего не делаю, мне надоело. Но пройдёт немножко времени, я просто автоматом и начинаю это делать. Ну, такой образ жизни, да, вот это наше. В семье обладательницы медали «Материнская слава» пятеро детей. Два сына и три дочери. Андрей, Катерина, Павел, Алиса и Наталья. Первенцу Андрею сейчас 22 года. Младшему ребёнку Наталье 6 лет. По словам Светланы, отношения она выстроила с детьми доверительные и дружеские. Она готова поддержать нас, готова поддержать наши интересы, готова даже как-то помогать реализовывать наши идеи. Она добрая, трудолюбивая, любящая, заботливая, творческая. Давайте представим, у вокзала есть же пути, и у них есть стрелка. Если правильно не направить поезда, они столкнутся. Вот тут примерно так же. Весь наш креатив, двигатели мы сами. Мама направляет нас, чтобы никуда в ненужное русло, там вот это вот всё, чтобы объединить наши усилия и сделать что-то поистине классное. Мама, ты самая лучшая на свете. Родить – это полдела, как говорится. А ещё нужно воспитать достойных детей. Она прекрасно справилась с этой задачей. Простая, отзывчивая, человек с широкой душой и большим сердцем. Так о Светлане говорит муж Дмитрий. Их дружная и крепкая семья построена на любви, взаимопонимании и поддержке. Так, например, они помогают друг другу с реализацией собственных проектов. У нас две студии. Стены здесь красил почти в павлик полностью. Вот эти вот стеллажики красила Алиса. Камин сделал Дима из всего, что было в гараже из деревяшек. Андрей вообще на все руки мастер. То есть он любую помощь приклеить, вырезать, сложить, всё это подключить. Вот здесь почти вся техника подключена, Андрей. То есть мы не обращались ни к каким приглашенным мастерам. Это всё сделано своими руками. В планах у семьи дальнейшее развитие текущих проектов. Это салон красоты «Клюква», которым владеет Светлана. И соревнования по автозвуку, с организаторами которых выступают супруги. А что касается полученной от округа награды, то у них она наверняка ещё не последняя. В округе мы, наверное, уже собрали всё, что могли. Мы дважды семья года Югры. Мы уже получили медали окружного плана. А там во время церемонии также награждали семьи федеральными наградами. Мы думаем, что мы тоже в скором времени подтянемся. Лилия Матиенко, Данил Илебаев, телекомпания «Пытьяхинформ». Компетентно, качественно, комфортно. Альфа-банк ломает стереотипы. Современные технологии и онлайн-сервисы настолько плотно вошли в нашу жизнь, что даже крупнейшие коммерческие организации предпочитают сегодня оказывать услуги дистанционно. Фиджитал-офисы Альфа-банка позволяют сочетать и цифровые сервисы, и личные консультации. В них клиенты получают не просто качественно оказанные услуги, но и тёплое человеческое общение. Теперь это стало доступно жителям Югорска и соседних городов. Фиджитал-офис — это сочетание физического и онлайн-присутствия. Мы, как один из самых крупных банков в стране, самых крупных частных банков в стране, пошли по пути не просто качественного, хорошего онлайн-банка, но и физического присутствия поближе к нашим клиентам. Наш новый офис Альфа-банка предоставляет весь спектр услуг для всех слоёв населения. Поэтому будем рады видеть вас в нашем новом офисе. Длинных очередей, многочисленных окошек и лишней бумаги в фиджитал-офисах Альфа-банка нет, как и массивных стоек обслуживания. Вместо них комфортные мягкие кресла и столики с зарядкой для вашего смартфона. Располагайтесь где удобно, менеджер подойдёт сам. Причём ждать себя долго не заставит. С той же скоростью обслужит вас и ответит на все вопросы. Совершенно новый подход в работе с клиентами. Ничего подобного пока не делал ни один банк. Я хочу отметить одно из важных преимуществ Альфа-банка, помимо продуктов и решений для клиентов, это сотрудники. Особое внимание мы уделяем развитию и обучению наших сотрудников. И они с большой радостью готовы подключиться к решению любого финансового вопроса. Будем рады вам. Люди приходят в банк прежде всего за профессиональной консультацией. Это особенно важно, когда речь идёт о крупных суммах денег или накоплениях. Фиджитал-офис – отделение будущего. Здесь лаконично сочетаются и современные технологии, и тёплое человеческое общение. Теперь в каждом крупном городе страны около 350 современных офисов. Офисов, создающих чувство комфорта и доверия. И, кстати, теперь вам не нужно оставлять свою собачку без присмотра на улице. Её радушно примут в отделениях Альфа-банка вместе с вами. Жители и гости Югорска вам на улице у Ленина, 14. Там вам всегда рады.